Итак, всем привет, с вами Довгай, продолжаем играть в Виктория 3. В прошлой серии мы еще немножко подъели Южной Америке, попытались съесть Мексику, но не заметили высадку от России, которая буквально за несколько месяцев смогла схватить всю Испанию. С этой механикой бороться сложно, я ее сам использую противоботов часто, так что, ну, так получилось. Продолжим мы, я думаю, Южную Америку закрашивать в этой серии, плюс, возможно, будем куда-нибудь сюда закрашивать. Франция, я вижу, тут заколонизировала просто безумная территория, она, видимо, качнулась себе нормально так и институт, и плюс техи. Кстати говоря, ПВП уже на шестом месте, потихоньку мы растем, очень уверенно, хотя Ишки, по-моему, расти раньше намного сильнее, но ладно, допустим. Отстроимся мы плотненько, три сотки, я недавно почитал, что парадоксы ожидали, что игроки максимум добьются пяти сотен, и мне из этого так смешно. Но, ну, что, что сказать, парадоксовых игр не играют никогда, и я думаю, мы будем дальше куда-нибудь продолжать, только вот-вот, вот это вот меня иногда смешит. Здесь Швецкая, Италия, Франция, Россия, Великобритания, всем интересно, что происходит в Бразилии, это, конечно, какая-то дичь. Ну, вот сюда, допустим, можем без проблем, я думаю. Поехали. Итак, война началась против нас, как обычно, Британия, уже доезжают наши войска сюда, вот. Ага, кто-то не успел доехать, но без разницы. Такое мы здесь, плюс мы высаживаемся на Гуяну, я также добавил Гуяну в цели войны, там, потому что везде есть золото. Соответственно, это в наших интересах. Ну и плюс, конечно же, если у нас получится сейчас выбить оттуда Британию, нам будет намного проще потом. А здесь вообще, видите, гарнизона нету, отлично, мы захватываем все без каких-либо проблем. И у нас уже начинает Варскор капать по жести, так что солидно. Плюс, я думаю, параллельно можно было бы еще что-то подзахватить. Ну, чисто ради Варскора, честно говоря. Давайте куда-нибудь вот сюда высадимся. Дело в том, что там максимум, кто там может сопротивляться, это местный гарнизон. А значит, сопротивление будет реально небольшим. И вот мы здесь высадились, как я и говорил, сопротивления здесь, в принципе, нету, но и небольшое его нету. Здесь есть какой-то, видимо, вот британский штаб. И там вот есть один бедный солдат, которого заставили обороняться. Вот Никаргуа мы захватили, отлично. Теперь еще Гуяну сейчас будем захватывать. Как я и сказал, чисто вот эта вот выска только ради дополнительного Варскора. Я думаю, скоро Британия воинственность подупадет. Хотя, оккупация минимальная, но все равно небольшой плюс даст. Ну и вот пошел Варскор. Нормально у них, ну, воинственность у них нормально снижается. Из-за этого очень резко, смотрите, растет. Там, видимо, появилась новая колония, и из нее можно атаковать вот этой вот одной единицей. Жесть. Также мы очень неплохо по тех, видите, уже проходим. Все еще мы отстаем от всех, наверное, великих держав. Но с нашей образованностью, в принципе, не так все плохо. Распространение не идет. Главное, что цензуры у нас нету. Жаль, конечно, что мы не сможем плюс выйти. Именно с защиты свободы слова. И я думаю, нам потихоньку стоит в электричество идти, так что давайте туда и направимся. И я еще вот здесь вот высадился, чтобы еще больше. Ну, на самом деле, это все еще немного дает, да? Хотя, смотрите, 0.14 в принципе полезно, полезно, я думаю. Дополнительно настакивается потихоньку. И может быть неполезным. Эксика заключила Белый мир с нами, и вот Британия вот-вот сдастся тоже. А я тем временем не думаю, что пора нам ставить дом в строительный сектор. Вот так вот. И настраивать дальше побольше домиков. А вот Британия готова уже на этот мир. Теперь у нас Британская Гуяна. И мы там сразу же ставим золото, добычу. Конечно же. 1600 золота у нас уже прекрасно. Можно попробовать поинтегрировать наших марионеток, но я бы, знаете, сейчас дурную славу сбавил. И потом Мексико просто бы замарионетило то, что у нас не получилось, собственно говоря, в прошлой серии. И, кстати говоря, можно было бы куда-нибудь сюда тоже позахватывать. Вот, допустим, Магинденауа. Да, почему бы его не захватить? Здесь куча стран всяких есть, но я думаю, мы справимся. Кстати говоря, мы сможем и Филиппины, я думаю, аннексировать. Они же марионетка, а не... Да, а не какая-то фигня. Верно. Вот это все, давайте начнем тоже подкрашивать потихоньку. За них, кстати говоря, может дойти ЦИН. Но я не думаю, что мы этой страны будем бояться. Да, Великая ЦИН реально зашла. Ну, земля им пухом, ничего они не сделают. Как бы, да, но... Обязательно попытаются. Итак, начинается уже война. У нас 9 наших браво-солдат все еще сюда едут. Да, вот доехали. Сюда успел ЦИН приехать, кстати говоря. Да, их много. Давайте, значит, отправим сюда еще вот эти войска, что нам остается. И можно даже высадиться в Фернандо. Плюс я поставил уже на рейд конвоев наши корабли. Потому что мне не нравится, что ЦИН забросило так много войск. И не ожидал, что они успеют, либо что они реально забросят. Но мы еще в ТУЗАЕМ, атакуем. К сожалению, мы на самом деле по качеству не сильно-то впереди. Стоит нам еще, я думаю... Ага, мы и так здесь сделали. Сейчас, я думаю, с помощью наших кораблей мы сможем все-таки перебить их. Короче, происходит смешной бред. У меня вот здесь вот тоже конвоируют. Ну, конвой мы атакуют вот здесь вот. И получается, какой мем. Что я отправлялся сюда защищать конвои и ничего не присоединился. Кстати говоря, у меня адмирал умер. Неприятная ситуация. Так вот. Что происходило? Я сюда отправляю на защиту конвоев, ничего не происходит. Мои войска также теряют конвои. Но я просто периодически высаживаюсь вот сюда. И этим я уже себе 65 варскора набрал. Ну, как варскора. Воинственность, опять же, здесь нету такого понятия, как варскор, к сожалению. Здесь вот эта воинственность очень смешная. Такая же, как в Стелларисе. Она там тоже очень смешная. Здесь мы вот эти армии держимся, скобочек. У нас нет морали здесь. И поэтому мы... У нас мертвецы... А, нет, смотрите. Да, мы справа. Хотя здесь мы... И тоже справа. Ну, вот так вот, высадками вот этими вот мы взяли и победили. Я считаю, военная система гениальная. В принципе, я это говорю уже давно. Так что вы, думаю, должны это знать. На Кубе у меня опять революция. Как мне это надоело. Мы тем временем атакуем себе Кутай. Плюс там Ост-Инди за них еще вписалась, да? Я думаю, что мы сделаем. Мы добавим от Ост-Инди просто вот эти вот территории себе. Собственно говоря, все по-простому. И потом надо будет еще какие-то небольшие войска отправить в Кубу, чтобы она случайно не проиграла. Вообще, ее стоит аннексировать, потому что это надоело. Добавил я вот здесь новых нам целей для войны. Сейчас захватим Кутай. Сначала в него высадимся. Тут же сюда пройдем, сюда пройдем. Будем потом по островам высаживаться. А, нет, Кутай просто отступился и все. И не произошла высадка. Но мы не будем останавливаться. Давайте дальше в Борнео. А еще, конечно же, вот сюда ВСК уже едут. Я думаю, вроде-вроде успевают до начала войны. А, и смотрите, здесь тоже отступились, да? Кайф. Ну, продолжаем. Просто-напросто что еще делать? Цин может выдержать. А этих? А этих Британия. Британия, наверное, будет чуть больше, чем Цина. Но давайте, что мы будем делать? Давайте вот сюда вообще. И успели мы, да. Последний момент практически сюда. Здесь, кстати, пишется вот здесь 100, а здесь 0, а их 2. Забавно. А, ну, как бы нету техов. Так что нормально. У нас, кстати говоря, на самом деле тоже нам бы вкачаться побыстрее уже братье. Но здесь слишком много третьих, которые не вкачаны. Так что нам пока туда мало смысла прям рашить. А здесь, кстати говоря, тоже они отступились, эти Доры. Прекрасно. Давайте вон бутон. А, мы не... А, мы... Потому что мы в войне с Кубой. Окей. После них продолжим. Итак, Куба завоевана. Да, отлично. Теперь можно продолжить, собственно говоря, нашу... Вот здесь вот, табаческую работу. Вот, а теперь нам будут напасть. Кто за них может отступиться? Особо никто протекционизм принял, кстати говоря. Прекрасно. И можно подумать о том, что мы дальше хотим делать. Хотел бы я... Вот это вот страхование. У нас, кстати говоря, профсоюзы уже 8% имеют. Слава богу. Я за них очень волновался. И... Что мы... Мы, наверное, не можем, да, никого выкинуть отсюда. Ну да. 50% так, 50%. Окей. По профсоюзу у меня можно застануть почему. Ага, потому что они хотят в умеренные. Ну давайте, допустим. Допустим, вы вступите в умеренные. И теперь мы поехали в госстрахование. Здесь никто от этого не бомбит. Слишком сильно. Ну да. Пробуем медицину продвинуть. Школы еще пока могут потерпеть, в принципе. Потому что медицины, в отличие от школы, видите, здесь еще дают плюс 2 левела, а здесь не дает. А вот школы, в принципе, что здесь одинаковая доступность, что здесь. Здесь только обращение вместо ассимиляции и политсила. Куда она отступается? Прекрасно. Что я могу еще сказать? Давайте дальше тогда. Тут вон есть какие-то боли еще. Вот это вот все. Можем Донезию. Либо... Что это за восстание? Надо с ним тоже разобраться. Обязательно. Давайте даже отправим туда такую более-менее серьезную армию, чтобы она побыстрее захватила все. И мы пока что дали... А нет, мы можем начать войны. Давайте в Венесуэлу начнем. Поехали. И Донезия, конечно же, поддерживает Венесуэлу. Кто бы сомневался. И уже отправляет сюда войска. Но мы сейчас, как обычно, высадкой закрасим сзади, пока никто не видит. Только перед этим надо побыстрее вот здесь вот закатать страну. И мы, кстати говоря, можем еще кого-нибудь с собой посвать. Австрию. Договорный порт, где вы хотите. В Венесуэле? Нет, неинтересно. Можем за обязательство Австрию позвать. Это тоже прикольно было бы, наверное. Но в целом, наверное, нет. Наверное, не хочу я туда звать ее. Давайте сюда попробуем войска перебросить. Но вряд ли получится успеть. И я хочу что-то от Британии еще. Да, я бы на самом деле Гватемалу захватил. Чтобы в Мексику атаковать потом. В теории можно было бы. Хотя, наверное, давайте начнем с вот этих вот островов. Давайте заберем себе дополнительно Ямайку. Ямайку. Ага, 17. Нет, это слишком много. Это прям очень много. Абагамские острова. 11. Вот это мы можем себе позволить. Ну и здесь мы пробиваем все без особых проблем. Отлично. Главное вот сюда сейчас успеть. После того, как закрасим здесь. Так, здесь нас на самом деле даже пушат очень уверенно. Здесь не так уверенно. Здесь наши марионетки. Но все еще их хорошо пушат. И мы отправляем нашу армию вот сюда высадиться сейчас. Смотрим, как у них получится. Должно неплохо. И здесь вот очень медленно. На самом деле мы закрашиваем. Я бы вот эту армию отправил вот сюда в идеале. Чуть-чуть тоже получше тэфаться. Так, здесь мы довоевали. Куда наш генерал тэпнулся? Парень, это где? А, вот сюда он полетел. Кстати говоря, не тэпнулся даже. Добавно. Давай-ка ты... Смотрите, он не тэпнулся, а врагов только что телепортировал отсюда. Нахуй. Вот это я понимаю. Варп-технологии, конечно, да. Они нестабильные, да. Тут надо понимать, что в любой момент ваша армия может оказаться в другом месте. И нету вариантов это предотвратить. Вот я взял, видимо, порты какие-то обрезал или что. И британцы телепортировались домой. Ну да. Надо испаниновать проверять. Ну да, это опасная эта технология. Что вы думали? И пока наши армии вот здесь вот пробиваются, я уже готовлю выездку на острова. Здесь, кстати говоря, у нас нет. Нас не закрасили, здесь мы их закрасили. Получается победа. Отлично. Венесуэл сейчас покрасим, Багамские острова сейчас покрасим. Медицину взяли. Отлично. Можем ее сразу и качнуть. Пока что так, потом, как появится бюрократия, а мы ее подстроим сейчас. Тупо и дальше. Давайте-ка закажем сразу какую-нибудь уверенную двадцатку, пожалуй. У нас, кстати говоря, хенин открылся, так что давайте покачиваем еще дальше. И вообще я бы хотел качать все вот эти техи. Все они все тут по той простой причине, что мне нужно лоялистов уже набирать. У меня, конечно, радикалов немного, в том смысле, что видите, одобрения они мало отбирают, потому что, видимо, это какие-то очень бедные радикалы. Но все равно неприятно. И не спим, не спим. Британцы домой, в море. У меня тут генерал Сейдж, да, в скобочках. Он просто высаживаться хочет. И он пока занят. Был. И вот мы острова сейчас только что закрасили. Ямайку тоже закрасили. Давайте дальше куда-нибудь пойдем закрашивать что-нибудь. Здесь у нас тоже, я вижу, война начинается. Давайте-ка отправим до вот этих ребяток. Это, я так понимаю, да. Местное население восстало. Мы сейчас быстрее покрасим Южную Америку. Прекрасно. Как ты говоришь, с Хинином мы можем колонизировать намного быстрее. И нам, обязательно, нужны все колонии, что мы только можем получить. Я бы сказал, мы уйдем к процветанию, на самом деле. У нас еще и нефть в Южной Америке неплохая сейчас будет. Ну, как неплохая. Да, все еще есть. Он тридцатка где-то будет, да, условная. Там, может, чуть побольше 40. Но это больше, чем ноль. Нефти... Ой, кстати говоря, они пытаются сюда войска отправить. И у них получается... Не получается, в итоге. Судя по всему. Наши воскасатели телепортировались раньше, чем их. Отлично. Ну, все, британцы должны, я думаю, скоро мириться. И давать нам новые колонии. Ну, а здесь мы, конечно же, закрасили просто в момент, потому что, ну, там нет даже, по-моему, армии. Так что, да, британцы мужчины, получается, теперь. Они еще и мобилизируются каждый раз, как будто для этой войны. Так что экономику они теряют солидно. Так, тут сменились некоторые вещи. Смотрите, католики вышли из умеренных. В умеренных остались только землевладельцы. Из-за этого они стали сильнее, потому что они получили себе голоса. Но, я думаю, это хорошо. Это значит, что мы сейчас выкидываем католиков. И начинаем душить их влияние, чтобы реформироваться в нормальную страну, которая принимает не только одну религию. Вот так вот мы, в принципе, и оставим, я думаю. У нас появилась новая партия. Я понимаю, какая-то социалистическая партия. В целом, пока что я не против. Они нам помогают. Нужно нам законы продвигать. И нам вот этот закон продвинуть. 13,9 в них. Влияние все еще. Надо, надо поддавлять. Давайте попробуем сделать вот так. И посмотреть, насколько нам это поможет. У нас щелы хотят отсоединиться. Но я вижу, что у нас уже там есть войска союзнические. Надеюсь, мне не придется отправлять туда свои. Как будто придется. Потому что я не вижу, чтобы они атаковали. Ну да. Придется, к сожалению. В любом случае, Британия. Да, дает нам Багамские острова. Отлично. Все больше мы окрашиваем Америку в Англии. Наши желтые цвета прекрасно. Институты сейчас выкачиваются очень солидно. У меня куча бюрократии в запасе. Это нам тоже очень поможет. Лайлисты потихоньку, видите, увеличиваются. А радикалы в целом падают. Здесь временно растут. Потому что мы там что-то захватываем. У нас дискриминация, смена правительства. Вот всякой фигни много. Уровень жизни же у нас постепенно-постепенно идет вверх. Смотрите, просто на глазах тают у нас католики. Я вообще видел, как это благосостояние уменьшалось резко. Ну вот, уже они упали сильно. Давайте попробуем сделать себе полное разделение. Я бы реально очень был не против. Здесь у нас, кстати говоря, уже 15 уровень рудника. Золотого. Так что солидненько мы тут добываем золото уже. Я думаю, да, это где-то половина, наверное, нашего золота идет оттуда. Ну да, практически. И уже скоро будет 2000. Солидно. Нам что, нам бы еще Бразилию? Ну, конечно же, Мексику хочется аннексировать за золото. Здесь в Северной Америке тоже территории кое-какие. Самый большой рудник вроде как именно у нас. Да. Здесь очередное восстание. Но мы просто его подавляем моментально. Без вообще каких-либо усилий. Единственное, чем оно нам мешает, захватывать новую территорию. И, кстати говоря, вот, видите, я был прав. И мне хватает на то, чтобы поднять революцию католикам нашим. Так что мы полное разделение вполне себе можем принять. Квачок, кстати говоря, потихоньку начинает везде открываться. Я его начинаю строить также. Чтобы уже перейти на новую технологию, у нас эластичные волокна появились. Так что настраиваем каучука. Будем потом одежду производить с него. И в целом у нас рынок достаточно сбалансированный плюс-минус. Можно заняться этими вот товарами роскоши. И, конечно же, опиумом хотелось бы заняться. Но я не уверен, как так красиво можно пролезть. Тут уже с цином воевать за опиумом здесь вот сложно. Возможно, стоит в Бирму залезть. Давайте посмотрим. Да, в Бирму никто вступаться не будет. Возможно, только Ост-Индия британская. Но нет. Вроде нет. Так что давайте в Бирму залезем в следующий раз. Если говоря, построил еще больше строительных секторов. И все равно мы в плюсе огромное. Давайте застроим еще больше. И потом, когда у нас кончатся деньги, ну как кончатся, у нас пойдет минус. Просто можем снести какие-то сектора. Почему бы нет? И я думаю, на этом можно останется, если говоря, подавление католиков. Потому что как только мы принимаем вот этот закон, они еще жестче теряют влияние. Видите, здесь 30% H. Я с вами сильные связи не хотел нажать. Вот. Сейчас у нас пойдут быстрые крутки. Францы неплохие, в принципе. Опять же, примется вот это вот. Они потеряют влияние очень много. И мы, я думаю, сможем и религиозные школы сменить на государственные. И избавиться уже от них в наших правительствах. Ведь они реально нам мешают. А еще у нас заканчивается бюрократия, я вижу. Поэтому давайте опять подстроим себе домиков. Ведь у нас уже почти последние институты. И было бы приятно их сделать. Население уже растет по 1,26. Это тоже очень-очень солидно. Только к нам все еще, я думаю, не все мигрируют. У нас это по религии не все разрешено. Но, кстати говоря, я думаю, с миграционным контролем мы можем оставаться, если мы примем, а мы приняли, то у нас теперь нету дискриминируемых групп, верно? Ведь сейчас это еще от прошлых осталось. Сейчас оно будет просто снижаться, потому что дискриминации у нас уже нету. Да. Отлично. И наши католики, кстати говоря, получили влияние. Там, может, лидер сменился какой-то, вон, видите, жесткий. В любом случае, давайте госшколы, поехали. И у нас, кстати говоря, кончаются люди свободные. Вот видите, корреспондент всего 750 тысяч. А если мы сойдем вот сюда, то, ну, видим, что цифры реально все просели. Так что нам точно нужно скоро мигрировать. Ну, как мигрировать? Нам нужна больше миграции к нам. Но, я думаю, у нас, как будет заканчиваться полностью места, у нас, значит, все будут работать. А, значит, у всех будет уровень жизни получше, значит, нам будут мигрировать еще больше. Интеллигенты, к тому же, нас тоже пустят. Сталко только у них не 20%, так бы пустили еще сильнее. Но все равно буст есть. Давайте посмотрим вообще по уровню жизни. Ну-ка, у нас, вот, допустим, здесь хороший уровень жизни. И да, сюда мигрируют, я вижу, по 120 тысяч. Очень-очень солидно. Я доволен. Кстати говоря, вот что происходит обычно, но благо мод, который увеличивает перформанс у меня, он еще увеличивает и ассимуляцию, чтобы не было огромного списка вот этого вот людей, которые вызывали бы лаги. Вообще, думаю, на этом можно подзакончить. Мы неплохо так в этой серии отработали. Здесь повоевали успешно. В Британии колонии позабирали. В Индонесии потихоньку подрасширились. В Африке даже начали колонизировать уже. У нас все-таки новая теха, да? Все еще медленно сейчас будем колонизировать, но лучше, чем никак. Французы только очень много себе заберут, я чувствую. Возможно, нам стоит пойти сейчас в шрилаксскую малярию. Видите, у нас куча просто третьих не исследованы. Еще вторые даже, вон, не все исследованы. То есть, мы сюда потратим реально очень много времени, и я не думаю, что этого стоит. Лучше просто эти ресурсы куда-то еще потратить. И, допустим, вот нам нужно очень много армии прокачать. Вот сейчас военная статистика изучится. Поэтому и военное моделирование. То есть, сюда тоже вложим 10 тысяч, и будем ждать, пока третьи распространяются. Вот, ну, в любом случае, ребят, с вами был Лукой. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.